принимает Рому. Вот состав Ромы. В Упателе ворота Халдаир Самуэль Заго, Кафута Мазидзанеки Канделя, Батистута Дельвекио и Тотти, как дан команды по системе 3-4-1-2. Вот как раз Тотти будет осуществлять связь между линией Хавбеков и Батистутой, и Дельвекио. Ну, это все, так сказать, под руководством Фабио Капелло. Эта система уже окончательно, по сути дела, внедрена в игре Ромы. Милан 3-5-2 объятия, Рокет Джуниор, Костакурто, Мальдини, Коко, Альбертини, Леонардо, Амбрузини, Сержиньо, Хосе Мари и Шевченко в атаке Альберто Бзакирони. Вот такой вот вариант предпочитает состава и схемы игры против Ромы. Ну что ж, встречается, можно сказать, два неудачника, если Милан более чем, если вспомнить, что Милан проиграл в Юрентине в предыдущем туре с сокрушительным счетом 0-4, а Рома у себя дома не могла одолеть Барри, ничья 1-1, и еле-еле отыгралась Рома. Вот запасные, Гуренко в составе Ромы в запасе, и Монтелло, вот это люди, на которых я прежде всего обратил бы внимание. Ну, я не думаю, что Гуренко в конце концов появится на поле, но дай Бог, чтобы я ошибся. Ну, выходила команды против любого соперника, и эта тройка будет играть и против Милана. Ну, мы еще раз вернемся в состав команд. Я с вашего решения так по ходу буду для себя молча расставлять номера игроков той и другой команды. Сейчас участники выходят на поле, красавец, стадион уже меняться на наших экранах, и это общий план, команда выходит на поле, обычная обстановка, ну, уже легенды о болельщиках Ромы. Я думаю, что поклонники Милана не уступают им вот в таких матчах, так что пока наблюдайте, я сейчас ваше решение поставлю номера их игроков, потому что вы видели, нам дали составы без номеров. Так, Батистуто на наших экранах, ей, кстати, в большой интервью было Батистуто, это Шевченко Андрей, Батистуто был в ежедневнике рейдной футбол, где он достаточно подробно объяснил свой переход из Ферентины в Рому. Он просто очень давно там играл, как он сказал, я так пересказываю, и ему захотелось сменить обстановку. Ну, а его дело забивать, что его ожидает им в составе Ромы. Фабио Капелло, только что был Альберто Закероним, случайно так долго акцент был сделан на портрете наставника гуманала. Это Тотти, капитан. Капитан Ромы, и сейчас я вернусь, это Альбертини, игрок Милана, у нас эти главный арбитр. Амброзинь рядом стоит. Ну, изменения в составах произошли той и другой команды, он может быть даже чуть-чуть заметнее в составе Милана, но я повторяю, я сейчас подконечку так это говорю и в то же самое время расставляю номера игроков. Начался матч, дымовая завеса, сразу же в атаке футболиста Милана, и это Сержиньо рвался к воротам по месту левого края, он здесь и будет играть, это его удобная позиция, сейчас Зага отдаёт мяч чуть-чуть вперёд, снова возвращается он сюда в оборону, уголки Перу, Лупателли. Гости с мячом и длинная передача направления Батистуты Тотт в офсайде, явно, тем не менее, после списка наносит удар по воротам, как на всякий случай проверяет готовность объятия, но это по инерции, расслабить ему делать замечания, где, сказать, наверняка же слышал, и не надо этого делать. В противном случае он мог бы показать и жёлтую карточку, но тут ссылка на то, что сумма много на стадионе, сейчас футболисты Милана уже половину поля свою прошли, середину и дальше пас вперёд, здесь такой лёгкий прессинг, Шевченко отбрасывает мяч назад к Джуниору, на коротке пока разыгрывает комбинацию, вот можно было дать пас чуть раньше, но сейчас сбивает ног, чуть раньше можно было отдать пас налево сюда, Сержиньо, Томази атаковал неверно своего соперника и нарушил правила. Посмотрим, как выполнят, что мы атаковали неверно Косе Мари, 11 номера, это Амбрузини, Леонардо на ваших экранах, Лупателли даёт указание стенку поставить, сюда вернулся видите и Тотти и Батистута 20 метров до ворот или 26 метров я не забрал, ну стенка на положенный 9 метров даже дальше стоит, 15 сантиметров мы не имеем ввиду и Леонардо, ну и что же, удар мимо стенки, опасный удар, 1-0 тот самый угол, который защищал Гупателли, что там думал Галкипер, это только одному ему известно, но Милан выходит вперёд 1-0 после удачно выполненного штрафного это руководители довольные собой всем Милана и вот в итоге 1-0 ну сейчас ещё будет ликовать долго публика по случаю этого успеха, это понятное дело и вот как раз нам показывают и трибуны с поводом и на сеансе телепатии и вот смотрите, что тут получается мяч в обвод стенки мне сначала показалось, что вообще игрок закрыл как раз угол левый от себя а он закрыл правый угол ну это уже так сказать право выбора Галкипера как ему удобнее с учётом того, что мяч был установлен для пробития штрафного по центру вороты хотя там было я думаю, что всё-таки больше чем 20 метров я сразу не рассмотрел 26 это устойчиво дальше было чем 20 метров тем не менее я повторяюсь ещё раз это собственно говоря решает сам сам Галкипер как и поставить ему стенку и скольких игроков вот он закрыл правый от себя угол и с 20 с лишним метров Леонардо пробил поворотом в обвод стенки пробил очень точно в верхний угол и мяч оказался в сетке ворот за этим собственно говоря сказанным приложением незамысловатым я всё-таки ещё пытаюсь мысленно проанализировать ситуацию и определить насколько был хорош все-таки Леонардо он действительно был хороший пробил его удар точнее и насколько всё-таки в состоянии был Галкипер выручить свою команду после этого удара мне всё-таки кажется что он не критикуя тут как говорится и врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации но мне кажется что он всё-таки слишком далеко ушёл в левый угол и судя по тому как собирался нанести удар Леонардо ясно было что он будет именно вот так бить а не иначе вот мне так думается что он тем самым и уступил собственно говоря в расстоянии своему вязови который наносил удар если брать одного бьющего и другого находящегося на оборотах ему не хватило буквально полметра чтобы в прыжке дотянуться до мяча и отвести угроз потому что в принципе мяч всё-таки летел не очень сильно я не случайно так подробно скажу на этом эпизоде потому что вот такого рода голы они конечно же радуют глаз болельщика душу поклонника любой команды когда такие мячи забиваются действительно они красивые но есть ещё шанс выручить свою команду а вот почему я и разбирал этот эпизод так дотошно с тем чтобы и голкиперы которые смотрят и слушают имели в виду на всякий случай что каждый раз надо всё-таки считать считать и ещё раз считать лучше 7 раз отмерить чем 1 раз отрезать и вот в атаке Рома опасное положение падает Дельвекио судья не обращает внимания конечно были лёгкие просьбы на назначение 11-ти метрового удара и судья не отреагировал никак 1-0 впереди Милан Весьма картинно упал Дельвекио и тут уж в конечной стадии этой борьбы этого единоборства этот Джо Рокки Джуниор его мне думается всё-таки не трогал и по силе уже упал так по инерции Дельвекио Еще один свисток арбитра это тот самый Дельвекио который свалился в штрафной площади и сейчас он на месте Лео Крайнио пока с мячом футболиста Рома передача Заго хорошо подключается Заго к атаке и между прочим в предыдущем матче против Бари у него был шанс забить он пришел в штрафную площадь когда ещё стал 1-1 там изо всех сил атаковала Рома тем чтобы добиться успеха но времени уже не хватило едва отыгралась и то с пенальти Тотти забил гол против него уже было совершено нарушение и Заго был на вашей экран крупный объятий вводит мяч в игру да так вот как говорится в буднях в великих строях наблюдая за игрой и за тем как был забит гол 1-0 впереди Милан я не забыл вам всё-таки о составе команд ещё раз по номерам так я в общем-то называю вам совершенно чётко тех игроков которые в том эпизоде участвуют и работают ничём сейчас Дельвеки рядом с ним Рокки Джуниор Альбертини приходит на помощь отскочил назад Шевченко на месте правого крайнего пытается двоих обыграть зарабатывает право команда Милана вести мяч в игру за боковую это Дзанетти Кисяно и так Рома в таком составе Лупателли в воротах 22-й Алдаир 6-й Самуэль 19-й Заго 3-й 2-й Капу Томази 17-й Занетти 4-й Кандалят 32-й Тотти 10-й Батистута 18-й Делевеки 24-й Объяти 12-й Голкипер Билана Рокки Джуниор 25-й Костокурта 5-й Мальдиги 3-й Коко 77-й Альбертини 4-й Леонардо 18-й Амбрузини 23-й Серджини 27-й Хосе Мари 11-й Шевченко 7-й Тренер Альберто Дзакирони И Фабио Капелло И Росетти Главный Арбитр Матч Бобон В запасе Милана Командини Бирхов В запасе Джунти Салла И Браим Ба Я В обзоре Дни предыдущего Тура Обращал внимание На то Что В Милане Снова Ба Помогают Кстати Росетти Димауру И Констол Ну а Сейчас Длинный Пас Туда В направлении Батистуты А Дьяти Вовремя Вышел Из ворота И далеко Выбивает Мяч Поле И по-моему Даже Высоко Кто прыгает Прыгает Игрок Милана Ну не Достоян Это был Шевченко Далее Борьба За мяч Ну В общем-то Вот эти 5 Хавбеков Милана Которых Выставил На игру Альберто Закерони И Коко Альбертини Леонардо Амбрузини Сержиньо Они призваны Конечно же Ну не игры Там явно Было Значит он Они призваны Эти 5 игроков Альбертини 5 игроков Напрочь Здесь Оседлать Середину Поля С тем Чтобы И Тотти Особо Не возился Он и в атаке Вот опасный момент Удар Поворотом Подставлена Нога И Помеха Очевидная Бил Леонардо Да С тем Чтобы Тотти Никак Здесь Не Чувствовал Себя Удобно Вольготно И комфортно И с тем Чтобы Отрезать Идельвекио И особенно Батистуту Вот В линии Полузащиты И оставить их На голодном парке Ну насколько Это удастся Мы с вами Посмотрим Пока Тотти Отошел назад И Леонардо Выполняет Угловой Сместер Украиню Вот смотрите Здесь Коса Марина Весная передача Площадь ворот Мяч отбит Тотти Подхватывает И Уходит От Альбертини И Получает От Миланского Футболиста По Ногам Ну так вот В предыдущем Матче Скажем У Милана Играли Хельвек Играл Джунки Играл Бирхов Шамот Вот В этой Игре Они Участвуют Что касается Ромы Я говорил Что изменения Произошли То Гигу Цебина Играли В предыдущей встрече Против Барри Наката Беже прочим Наката Очень прилично Играл Мне понравился Монтелло Потому что Не играл Батистута Ну вот 1-1 И тоже Изменения Фабио Капелло Стартовый состав На матч С Миланом В этом Матче 15-го Тура Итальянского Чемпионата Прямая Трансляция Из Милана Длинный Пас Вперед Это Сержиньо Здорово Становил мяч Согласитесь Его атакует Заго По правилам Отталкивает В борьбе За мяч Соперника Ну Заго Мощнее Сержиньо И тут Еще удивительно Что тот Завалился На поле Даир Посылает Мяч Вперед И он Уходит За пределы Слишком Сильно Ну а Кафу Явно Конечно Не успевал К этому Мячу Объятие Вводит Мяч В игру В соревновании Батистута В соревновании Бабардиров Батистута Занимает второе место Уступая Шевченко Вот эти два Главные Бабардира Сошлись В этой матче Таком В общем-то Заочная Такая Дуэль Потому что Друг с другом Они сталкиваться Естественно Не будут Может так Сочется Что-то Сойдутся На поле В каком-то Единоборке Но вот Кто из них Проявит себя И проявит Свои бомбардирские Касито Тоже очень Любопытно У Андрея Еще чем-то Один С ключей У Габриэля Батистута Десять Это Рокки Джуниор Уронил На поле Дель Векио И штрафной Удар Кандаля Загол Кафу На месте Правого Крайнего Открывался Его Проигнорировал Загол Кандаля Вообще Вот эта связка Дель Векио Кандаля Очень интересна Вот на Левом фланге У Брокки Там В этом коридоре Хорошо сыграл Рокки Джуниор Он пока нестабильно Выступает Поэтому Вместо него Часто играет И Шамот Но В этой игре Он не участвует На месте Правого защитника Рокки Джуниор Вот так вот Боролись Замечательные Бразицы И Алдаира Даже вынул из ботинка Его соотечественник И штрафной удар Милан Впереди 1-0 Леонардо Забил мяч Со штрафного Фабио Капелло Да Все еще Бытует разговор О том Что он может Переехать В Испанию Ну Президент И Рома Сказал Что он верит Капелло И верит Договоренности С ним Это Альберто Джакерони Наставник Милана Мальдини Мелькнул На экранах Правильно Сыграл На коротке Сейчас Не надо Пас Вперед Сыграл 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 Здорово Согласитесь Кафу И нарушение правил Амбрузини Не прав Совершенно Здесь Ну вот Если я отмечал Связку Игроков Которые Работают На левом Фланге Вот в том Коридоре Канделя Дельвеккио То здесь Тамази Кафу Ну и Сейчас Появился Еще Заго Который Не прочь Побродить Вперед К Кафу Готовится Навесить Мяч Штрафную Задел Мяч Могу Соперника И опустился Правда Штрафной Мальдини Капитан Команды Кафу Бросает За боковой Два Нища На поле Надо Остановить Игру Спорный Алдаир И длинная Передача Вперед В направлении Кафу Красиво Остановил Мяч Но мяч Так высоко Летел И далеко Что Коко Мог бы Конечно же Ступить В борьбу И не дать Кафу Принять Этот мяч Странно Что он не сыграл На перехвате Знаете Напоминаю Такой вратарский Прием Когда такой мяч Длинный Высок Летит В штрафную Площадь Если в зоне Досягаемости Вратарь обязан Выйти и сыграть То ли кулаком То ли поймать И вот Коко Находившийся Рядом С Кафу Чему-то Этого Не сделал Объятие Вводит мяч В игру 1-0 Ну что ж Пока Тотти Не очень Заметен Отсюда Не заметен Батистута Ну и Можно сказать Что и Дельвекио Хотя двигается Там на левом фланге Туда-сюда Как челнок Тем не менее Коэффициент полезного Здесь Его Пожалуй Еще Невысок Пытается Проявить себя На правом фланге Кафу Но и здесь Внимательно Работает Мальдини Так что Пока что Лидер Чемпионата Не Преуспел В нападении А если Одним Одним из Таких Услов Это Точная Комбинационная Борьбы Много Свистов Много Много Нарушений Таких Мелких Полов Чуть-чуть Это Обедняет Пока что Матч Саму Игру Но Тем не менее Напряжение Ощущается Матчи Таких Команд И Это Тоже Привлекательный Момент Безусловно И Сразу же Видите Вперед Туда На Батистухе Но Не Точно Мальдини Подошел К нему Заставляя Чуть Побыстрее Сыграть Токи Опа Папа Мази Потерял Мяч Просто Как говорится На ровном Месте И Получил Легкий От своего Капитана Токи Поков Бросает За боковой Токи Здорово Сыграл Технично Отправляет Мяч На левый Фланг Батисту Адельвекио Занял Место Центрального Нападающего Подключается К атаке Кандаля Он умеет Это делать И Часто Очень Удачно И Остро И вот Он Отдвинул Мяч Чуть Назад Под удар По встречному Был удар Нанесен Посмотрите Батистутой И Ближний Угол Объятие Был готов Отразить Даже Мяч Летел Точно В угол Кандаля Борьба За мяч Токи На месте Левого Крайнего Падает Штрафной Не всякого Сомнения Все правильно Амбрузини Нарушил Правила И вот Повтор Удара Батистуты Мы уже Не видели Потому что Последовала Навесная Передача Сыграл Четко Объятие На выходе Заго Навес Куда Да За ворот Мяч Не ушел А вот сейчас Удар От ворот Томази Надевает Бутсы С более Высокими Шипами Там что-то Приводит в порядок Инструмент И Алдаир А Объятие Вводит мяч В игрок 1-0 Впереди Милан Объятие Не спешит И Пока Что Хосе Мари Отбросил Мяч Сопернику Занетти А зря Не правда ли Возился Там С мячом Пытался Обыграть Соперника Можно было Отдать Мяч Назад Своему Алдаиру И Сохранить Своей команде Лупатели Лупатели Легкий мяч Пропустил Между прочим Между прочим Да Вот видите Как Я уже вспомнил Что он пропустил Мяч Мать Барри Тоже Очень Далекой Дистанции Опасный Момент Удар Поворотом Гол Шевченко Забивает Мяч Засчитывает Да Все в порядке 2-0 Шевченко 12-й мяч В чемпионате На два мяча Он сейчас Опережает В этом матче Батистуту В соревновании Бомбардиров Ну а вот так Как показали Определить Был офсайт Или не было Пока что трудно Я думаю Сейчас будут Повторы После этого Ликования Да Так вот Лупатели В иконке Ватбарин Пропустил мяч Тоже Дальней станции И тоже неверно Занял позицию Ворота Ну пас Конечно Был изумительный С этой позиции Как нам показывают Из-за ворот И сверху Определить Был офсайт Или не был Уже очень Открыто Так На распашку Как говорится Вылетел Один на один С Лупатели Андрей Шевченко Ну а дальше Вышедшего из ворот Голкипера Обыграть ему Технарю Не произвел Никаких возможностей Ну-ка Да В офсайде не было Загол во всем виноват Счет 2-0 Пользу Милана Стопроцентную гарантию Даю Что не было Вне игры Все в полном порядке И Пас вперед Соржини не обработал мяч Кафу отобрал Идет вперед Показывает Чтобы кто-то хоть подошел Здесь на Встречу с тем Чтобы обыграться Батисутый мяч Отлетел Как от забора 2-0 Впереди Милан Здесь офсайд Явное положение Не игры У Андрея Шевченко Итак Леонардо Открыл счет Шевченко Смотрите Почему нет не игры Смотрите Как далеко Отскочил Загол Вот и нам тут же Показали линию А потом Загол начал Так сказать Исправляться И в итоге Ничего из этого Не вышло В этот момент Уже Андрей Шевченко Получил мяч И забил Свой 12-й гол В этом сезоне 2-0 Впереди Милан Удар Поворотом Высоко И далеко Бил Тотти Получился удар С отскока И чуть-чуть Не доходил До мяча Тотти Опорная нога Далеко была И поэтому Мяч полетел Так высоко Объятие Вводит мяч В игру 2-0 С учетом результатов 15-го тура Которые уже Известны Матчи Все сыграны Заключением Этого Если Милана Держит Победу В этой встрече То Разрыв Между Ромой И Ивентесом Сокращается До 3-х Очков И до 6-ти Между Ромой И Ланзо Борьба На исходе Первого круга Итальянского Чемпионата Обостриться Может до предела Просто Курта Упал Его толкнул Сзади Баттистута Если Уже Проанализировать Ход игры Исходя из Тем Расстановки Игроков И тактики Ведения Игры То Вариант Который Предложил Альберто Закерони Усилив Линию Ховбеков Пока Приносит Успех Упасный Момент Классный Эпизод Удар Поворотом Еще один Шанс Забить Упускает Футболисты Милана Но В первом Случае Ну Просто Блестяще Сыграл Лупателли А вот Уже Идарьев Просто не попал В ворота Леонардо Количество игроков Середине поля Решает Оперативного Простора Игроков Ромы Будет удар Поворотом Сильный И Нет Точный Батист Путабил Вот еще раз Этот удар Такие удары С лета Когда мяч Весит В воздухе Всегда Весьма опасны Если попасть Точно ворота Вот посмотрите Сержиньо Бьет И как Бупателли Здорово сыграл Сержиньо Бил Левой ногой Внешней стороной Потом сумел Отпасовать Андрею Шевченко И Андрей Шевченко Левый В дальний верх Бил И не попал Нам показали Леонардо Там очень Таким Хорошем Темпе Была Аккумдация Мне показалось Что значит Бил Все таки Вот во втором Случае Леонардо Но мы Поздали только Составляющим Что он не попал Сейчас Не разобрались Заго И Лупателли Не поняли Друг друга Потому что Заго Наверное Оставлял мяч Все таки Своему Галкиперу А на ноге Сидел Уже И на мяче Сидел Шевченко И вот Видите Едва Футболисты Ромы В обороне Не ошиблись Счет 2-0 Конечно Меняет Не только Настроение Но меняет И Сам рисунок Игры Прежде всего Проигрывающей Команды Пас Вперед Коко Рядом Кафу Борьба Поскользнулся Коко Нарушения Правил Не было По всем Правилам Футбольной Игры Кафу Вел Борьбу За этот Мяч И От его же Ноги Мяч Ушел За пределы Поля Видите Как Не успел Лупателли Овладеть Мячом Как Между Заго И Лупателли Продвинул Ногу Шевченко И Собственно говоря Украл У них Мяч Но Дальше Ему Было Очень Непросто Обижать Этих Двух Игроков И Мячом Овладеть Заго Бежал Стоюмер Если бы он Упал То тогда Был бы уже Конечно Вариант Ушелченко Овладеть Мячом И загнать Пустые Ворота А так Заго Бежал Лицом К воротам Он остался На ногах Поэтому Оказался Раньше Мячать Нежели Форвард Милана Джанетти Сыграл Налево Львек Ее Пасует Еще дальше Налево Знан Батистут И Того Приследует Костокурта Поскользнулся Батистута Кто-то бросил Бутылку На поле Снова С мячом Рома Навесная Передача На 11 метровую Отметку Андрей Отошел На свою Половину Поля Это Спонтанный Ход Или Договоренности Пока Трудно Судить По этому Эпизоду Батистута Бьет С дальней Дистанции Очень Опасный Удар И хотя Объятие Нам Продемонстрировал Что он Готов Был Отразить Этот Удар Но Посмотрим Еще раз Как Ну Заслугу Поставим Галкиперу Милана Что он Нам Продемонстрировал Готовность Ну А тот Самый Эпизод Когда Поскользнулся Батистута В этом Эпизоде Никакого Нарушения Правила Объятие Ввел Мяч Выбор Опасная Игра Самуэль Опасная Опасная Решением Арбитра Недоволен Фабио Капелло Рома 10 раз Валила Милан 9 Ну Пателе Итак Альбертинио Мяча 33 метра До ворот Стенка Стоит Правильно То ли Навес То ли Удар По воротам Ну Никто Не добрался До мяча Игалкипер Рома Вводит Мяч В игру Я Сообщу Обязательно Вам Результаты Других матчей Уже Сыгранных 15-го тура Итальянского Чемпионата Два из них Состоялись В субботу Лацио Интер Был у нас В эфире Это один Один из центральных Матчей Этого тура Но самый Самый Это конечно Милан Рома Скупым оказался Тур Скажу вам Откровенно Говоря На голы Но вот Сейчас Уже Два Забито Может быть Чуть В этом плане Изменится Ситуация В лучшую Сторону Потеряли Мяч Футболисты Милана Пас на левый Фланг Момент Приема Джуниор Хороший прием В единоборстве Не так часто Он применяется А в этой ситуации Даже По всем Правилам Удар Вперед Шевченко И Фосомари Далеко Отошли Назад А теперь Вдруг Выдвинулся Вперед Леонардо Из Центра Линии Полузащиты Капус Мячом Навесная Передача Не очень Приличная Передача Очень Но Показалось Мне не очень Ловко Прыгнул Всегда Такой изящный Таких делах Габриэль Батистута А здесь Как-то Прыгнул Неловко И вот Видите Даже Не дотянулся До мяча Даже Судор Печный Такой Что он Пытался Играть Рукою А потом Это сделал За него Дельвеки Между прочим Когда Сегодня Мы транслировали Матч На футбольном канале Каула Спартак Была такая же Передача У спартаковцев И кто-то Из них пытался Как раз Вышли на замену Рисметов По второму тайме Тоже сыграть Вот так же На голову В таких случаях Когда Посылаются Вот такие Мячи По диагонали Уходящей Траектории От ворот Чуть Ниже Надо делать Эти передач Томази Джанекти Пас 11 метровый Опасный момент Можно забить Классный момент У Батист Тут И был Шанс Сократить Отставание От Андрея Шевченко С соревнований Бомбардиров Но Может быть Даже и поторопился Вот видите Как он Наверное Все-таки Мне думается И я не ошибусь Если позволь Скажу Что он Внешней стороной Смотрите Опа Точно Я вам говорю И пытался Внешней стороной Как бы даже Чуть-чуть Носком Закрутить мяч В ближний угол Ворот По траектории Которая бы Обогнула руку Объятие У него только Этот шанс был И он молодец В этой ситуации Такой Быстродержный Он успел Принять правильное Решение Другой вопрос Что у него Это немножечко Не получилось Вот И поселил Неудача Но как бы то ни было Вот решение Именно так пробить Я Условно отмечаю Как Главное Достоинство Габриэля Батистута Ну здесь Было похоже На опасную Игру Судья Судья Решил Не останавливать Встречу Сильный удар Удата Туда На левый фланг На Сержиньо Заго Самуэль Алдаир Пас Дельвекио Дельвекио Уходит От Джуниора Но не успевает Рокки Джуниора Но не успевает Поставить корпус И длинноногий Бразилец Успевает Достать мяч И отбить его На угловой Дельвекио Кстати Очень часто спорит Второй угловой Ромы Наверное Здесь Алдаир Должен появиться Но там И без него Есть люди Которые Хорошо играют Вверху Пас Вперед Это я так Предполагал И это часто Бывает Заго Играет Скафу Передернули И навес Объятие Он спокоен 2-0 Впереди Милан Никто здесь рядом Не открылся Поэтому Объятие Вынужден был Выбить мяч Ногой В направлении Шевченко Все удачно От защитника Мяч отлетел Леонардо Тот Дальше вперед Шевченко Борьба за мяч Тот Дальше мяч За пределы Летел Фабио Капелло Команда его Проигрывает 0-2 Очень важную Игру Очень важную Амбразилия Альбертини Длинный паста Правый фланг Фосемари Канделя Канделя Выбил мяч За боковой Неоправданная Потеря Мяча Обоюдные Оплошности И штрафной Мяч в игре Свисток суди Мяч Должен Мертво Стоять На точке И Только потом Можно произвести Удар Падал Альбертини Сейчас будет Закручивать Мяч Штрафную Площадь Опа То о чем я вам Сказал Вот На опережении Разбирая Опять таки Помните Предыдущий эпизод Когда Батисту Потянулся Мяча А я еще Провел параллель Взяв Эпизод Из Нашего Турнира Так вот То же самое Чуть ниже Если есть пространство Значит чуть ниже А Доротарю Еще сложнее Угадать Направление Удара Траекторию Полета Мяча И защитнику Оказать сопротивление Леонардо Назад Ошибка Токи Ну в толпу Отдал мяч Игрок Ромы И опять Нарушение правил Судья был рядом Все Видел Попало Томази Это опять Амбрузини Игрок Между прочим Очень жесткий Я бы сказал Даже неаккуратный В единоборстве Вообще Мне он показался Куда более интересным В прошлом Сезоне И вообще Когда он начинал Только-только Внесу в составе Милана Ну а сейчас Игру где-то Стабилизировал На таком Среднем Уровне А потому Иногда Уже и не попадает В состав В старт И за боковой Он будет бросать Футболисты Милана Это Леонардо Это Бамази Бросает Коко Вот Если опять-таки Параллели То Коко Так же Начал В Милане Как и Амбрузину В свое время Желтая карточка Кафу Кафу Ну видите Кафу Считает Что он Не нарушал Правил Но Атаковал Он резко Игрока И тот Боясь За ноги Боясь Получить травму Отскочил От него Поскользнулся Упал Такой устрашающий Был вариант Ох Какой неожиданный Совершенно Удар В исполнении Хосе Мари Который Справа фланга Сюда По диагонали Прибежал В штрафную И на опережение Сыграл Очень резко Смотрите В внешней стороной Стопы Оп Из-под Игрока Заго И пробил В направлении Дальнего угла Ну где-нибудь На полметра Уже Заго Посылает мяч По месту Право-крайни На Кафу Тот уже Залини Поля Принимает мяч Коридорные Не работают По большому счету В этом матче Я имею ввиду Атаку Ромы Ни Кафу Ни Томази Ни Канделя Ни Дельвеккио По флангам Не обеспечивают Прорывы Вот пас Получше бы А Согласитесь Вот что значит Качество паса Качество игрового эпизода Качество момента Качество голевой ситуации Ее вероятность Взятие ворот День игры Это как раз тот самый вариант Последнего паса Когда он должен быть Идеальным Ко-Ко-Ко Ко-Ко До конца С мячом С мячом Рома Пас направо Кафу Нет удар Следует издали И в сетке мяч Ах Объятьки А между прочим И в матче против Юрентину С дальней дистанции Умудрился тоже Пропустить Четвертый гол Врастая Очень широко Ноги Стоял Как копанный Посмотрите Батистута Отдает мяч Сначала вроде Впечатление Что надо отдать Мяч направо Следует удар Поворотом Мяч правда Попадает Мальдини Здесь Можно тем самым Извинить Объятие Но вот Вы посмотрите Вы видели На какой позиции Застал его Полет мяча А мяч попал В руку Мальдини Изменил Направление Полета мяча Оказался В сетке Ворот Он играл Не умышленно Конечно же Рукой Но как бы то ни было На сороковой Минуте Счет стал 2-1 В пользу Милана Может быть Немножко случайный Гол Но как бы то ни было 2-1 Впереди Милан Пас На правый На левый план И справа Заго Есть внимание Вот передача На правый Заго Он хорошо Обыгрывает Соперника Бьет Ближний Угол Неплохо Правда Подключился Заго Можно было бы Сказать И здорово Но Если бы Получился У него Точным И да Свисток арбитра Что же Обнаружил Судья Неверно Таковали Амбрузини Да Страхной Выполнит Милан Подходит К концу Первая половина Встречи Сейчас будет Передача В штрафную Хо-хо Она не удалась Тотти Подпадал мяч И сразу Длинным пасом Вперед На Батистоту Кафу Тотти Кафу Справа Батисто Идет Вперед А мяч Очень неудачно Слишком высоко Ну я полагаю Что Кажется Чтобы По собранней Пожестче И И По боевителю Команда Остаток Времени Первого Тайма Работала Самуэль Заго Алдаир Ханделя С места Левого Крайнего Подошел Туда еще Дальше Бровки Мяч Не получил Удар Вперед Никого Нет Из атаки Милана Подстегивает Свои Фабио Капелло Заго Все это Красиво Но на этот раз Не точно И длинный Пас Вперед Здесь Лупотели А никому Собственно Говоря Сделана Была передача Кошел Шевченко Оказался на месте Правого Крайнего Вы не заметили Случайно Что защитники Ромы Заго Самуэль Алдаир Очень мало Выходят И недалеко Выходят От своей Штатной Площики Создавая Все время Глубину Атаки Футболистам Милана Где в общем-то Выдвинут Дальше Шевченко 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 Андрей 45-я Шевченко Дальше Шевченко Мяч Шевченко Чемпионат Милана Лассо Интер 2-0 Аталанто Ферентино 0-0 Барри Реджина 2-1 Наполе Удинезе 0-1 Пармалечи 1-1 Перуджи Ювентус 0-1 Веченца Бреши 1-1 Вот перед этим уже матчем Рома 33 Ювентус 30 Лассо 27 Тройка лидеров Ну и напомню коротко Как были забиты мячи в первом тайме Для тех, кто не с самого начала смотрел нашу трансляцию Открыл Леонардо счет ударом со штрафного с 26 метров В обвод стенки Бросок Лопателли запоздал 1-0 Это уже, так сказать, третья минута На 21-й Шевченко забивает Второй мяч После блестящего совершенно паса Леонардо В разрез между защитниками Взагов прозевал, когда делали искусственный офсайт Его не было Шевченко вышел 1-1 Лопателли обыграл Как стоячего И забил второй мяч Потом Тотти сократил разрыв счета И дальним ударом мяч попал в руку Мальдини изменил место Направление полета И оказался в углу 2-1 Но на 40-й минуте На 45-й минуте Шевченко забил Свой второй мяч И третий В этом матче Я только минуту Маленькое Уточнение Что Вот здесь Вот на экранах Показывали Что время Что там Какой-то Росси Росси только в запасе Это голкипер У Милана И все так сказать Делают Так Шевченко 2 гола 13 забитых мячей У Батистуты 10 Он участник этого матча Бил с дальней дистанции Но и шанс у него был Один раз Все-таки Поразить ворота Но Выбраны им Совершенно правильно Способ удара Немножко ему Не удался В атаке Снова Милан Опасное положение Игра рукой Все Судья не видит Это потрясающе Даже откуда было видно Что Что-то там было Не по правилам И штрафной удар Желтая карточка Сбивает Хосе Мари По одной желтой карточке В первом тайме Участники матча Получили В общем-то Полов было довольно много Однако Судья добавил Всего одну минуту В первом тайме И счет 3-1 В пользу Милана 3-5-2 По такой схеме Играет Милан 3-4-1-2 Играет по такой схеме Рома Это уже устоявшийся вариант Тотти слезующий А-ля Зидан Как я его еще называю В этом случае Так Естественно С иронией Ну и Вот эта вот Схема игры Где пять Хавбеков У Милана В центре поля Все-таки По-моему И исполнительское мастерство Шевченко Объясняет успех Милана В первом тайме А пока что Вот удар В ближний угол И едва мяч Не влетел Сютку Потому что мяч После удара Кого-то видимо Там задел Изменил направление полета Давайте еще раз посмотрим Что там произошло Вот смотрите Мяч летит Да Он задел Голову Игрока Милана По-моему Это был там Аквертини И Улетел мимо Ворот Рома Сразу же Посылает мяч По центру Нападения В направлении Батистуты Такие ходы Мы видели В первом тайме Но они Не уменьшались С успехом Потому что Коста Фурта Очень грамотно Работает позиционно В центре обороны Сейчас удар Поворотом Это Сержинь Обработал мяч Резко пробил Неожиданно Но не попал Для тех Кто не с самого начала Подключился К нашу дразвину А вот игра рукой Конечно Была Но это на поступок Штатной площади Почему судья Не заметил Может быть от того Что как раз Между Дзагу И Мячом Оказался Сержинь Или так Между Дзагу Мячом И судьей Оказался Сержинь Сказал И задумался Что же там Сморозил Ну так вот Для тех Кто не с самого начала Лупателли в воротах у Ромы Алдаир Шустой Самуэль Дзагу Третий Кафу Второй Томази Семнадцатый Занетий Четвертый Канделя Тридцать Второй Тотти Десятый Батистута Восемнадцатый Дельвеки Двадцать четвертый Фабио Семнадцатый Поворот Три Один Чуть-чуть Свалился Мяч С ноги И Улетел Мимо Верхнего Угла Мимо Ну вот смотрите Штрафной Как раз Прямо В стенку Был нанесен Удар Она оказалась Дырявой Ну вот Частью Что мяч Задел Кого-то Из игроков Стояших В стенку И Рикошетом Улетел На угловой Еще раз Удар Поворотом Сто Штрафного И Сто Три Километра Достигла Скорость Полета Мяча Не знаю То Что Даже Задел Ногу Футболиста Стоявшего В стенке Длинный Удар Вперед Но Очень Никому Кроме Объятия А может Был Рокки Джуниор Пас По месту Правого Крайнего И Ошибается Правый Защитник Был Был Футболист Поступающий За Милан Заго Кафу В первом В первом Тайме Разбирая Игру Вот Исходя Из схемы Ростановки Игра Как Она Воплощается Тактическая Задумка Тренеров В этом Матче Я сказал Игра В итоге явился, скорее всего, делом случая, если бы мяч не задел руку Мальдинии в направлении полета, то, скорее всего, все-таки объятие, наверное, бы его парировал, хотя полет мяча застал его в каком-то таком невратарском положении, несуразном. Но мы с ним, между прочим, это я опять-таки вспоминаю то, о чем говорил. В первом тайме произошло и матч с Фьорентиной. Ну и то же самое произошло и с Лупателли. Он запустил мяч со штрафного матча в Баре, тоже с дальней дистанции. И не очень четко обозначил свою позицию в воротах. И в случае, когда Леонардо бил с 26 метров поверх стенки. Ситуация очень хорошо просматривалась. Удары и полета мяча, и подхода к мячу Леонардо. Поэтому был шанс выручить, если бы не слишком далеко залез тот угол, который он защищал. Лупателли, братарь Робот. Амбрузини опять резко атаковал Тотти. Ошибка Томази. Леонардо отдает мяч направо. Снова обратный пас. Долго возится с мячом. Двоих не обыграл. Томази. Амбрузини. Амбрузини упал и нарушил правила Томази. Три-один впереди Милан в этом центральном матче пятнадцатого тура. Ну, а Лацо обыграло по всем собьям. Ну, Интер. И приблизилась уже вот на данную минуту на расстоянии в шесть очков. Теперь разрыв от Ромы. Перед сегодняшним матчем тринадцать очков выделяли Рому от Милана. Значит, если Милана держит победу, то слегка посократит этот разрыв. А если вы помните, для тех, кто с самого начала ходит эту трансляцию. О, потрясный момент. Кубатистуто не обыграл Костокурту. Да, так вот я сказал, что успех в этом матче, о чем говорил Мальдини, в общем-то, скорее всего, сыграет психологическую роль, весьма важную. И даст импульс продвижения к вершине, как заявил Мальдини. Практически цитирую. Хосе-Мари. Перед ним Алдаир и Канделя. Шевченко. Пас направо Хосе-Мари. Кучно в центре обороны. И своих, и чужих там многовато. Надо бы попробовать растянуть, а пас в разрез. Выдать так, чтобы кто-то из игроков... Но в данном случае Хосе-Мари овладел мячом. Альбертини не удалось. Слишком много там футболистов было. Ромы. Атака по правому флангу. Дельвекио на правом краю. Передачил их отлично играет, не правда ли, на перехвате объятия. И ближнему некому отдать. Никого тут нет. И вперед, высоко и далеко. Кому? Куда, никому. Вратарю своему. Чтоб тот не скучал. Коллеге, то есть своему. Лупателли, Заго Томази. Томази вперед сразу же. И вне игры Батискута метров на 7 за Русин. Вперед идет Милан. Даже классные игроки вот часто, вы знаете, выбирают совершенно неверный вариант. Шевченко. Свой третий мяч должен был забить. А в первом тайме еще имел шанс, когда левый билд дальний юг, но промахнулся. После удара Шевченко, Лупателли, выручил команду. А сейчас не показалось ли вам, чтобы поторопился несколько с ударом? Ставь корпус, пути к мячу Заго и дальше уходи один на один и спокойненько работать так, как он забил тогда свой первый мяч. Да, так вот, когда, вот смотрите, сейчас вот то, о чем я хотел, так сказать, продолжить мысль, которую начал, когда Шевченко бил поворотом, естественно, и отвлек тем самым. Да, так вот, зачастую классные игроки. Сержини, тот же Леонардо, Кехтари, прекрасно владеющие мячом, естественно, дриблингом, естественно, обводкой. Пускается вот во все эти тяжкие тогда, когда в центре поля можно спокойненько обыграться, дать быстренько мяч своему партнеру. А это тот случай, когда он действительно здорово сыграл и отдал мяч Шевченко. Вы видели то, о чем я говорил? Право с мячом, обрабатывая его, уходи, ставь сразу корпус, или сбивает его Заго, или... Шевченко убегает вправо и забивает мяч в ворота. Это разминаются запасные Милана, среди которых Гирков, Командини, Бобан, Джульки. Ну а в запасе у Ромы такие, как Монтелло, Гигу, которые чаще выходят на замену. Гуренко в запасе и голкипер Антониоли, он сел на скамейку запасных, потому что, в общем, был не в порядке. Это как раз Монтелло. Ну, видимо, жизнь заставит Фабио Капелло внести коррективы в кадровом варианте. Во втором тайме Тотти не успевает к ничьи. Квассера Мари конкретно работает по заданию, больше на правом фланге, иногда и смещается в центр, но это, так сказать, по ходу развития той или иной атаки. Но, в принципе, он вот тут, видимо, получил указание играть больше, начиная от гробки правой. Канделя не поспел к мячу, и что же? Определил арбитр, что мяч будут вводить в игру футболисты Милана, сделают это право защитник Рокет Джуниор, генерал Бертон Закерони. Ну, после поражения столь крупного от Ферентина, ну, конечно же, никто этого не ожидал. Игра развивалась так, что забей Бирков, у него две возможности были прекрасные, может быть, и ход матча пошел бы в другом русле, но, тем не менее, этого не произошло. В конце концов, Милан был, что называется, разгромлен и заговорили о том, что вот так Альберто Закерони последний свой, так сказать, сезон доиграет, и на этом все и закончится. Пока что на сегодняшний день. Но судьба футбольная по часу очень изменчива. Токи и штрафной, и что же, и Дзагов штрафной, 32 метра до ворот, и опять-таки вот был эпизод, помните, в этом же тайме, и удар в стенку, тогда мяч ушел на угловой, сейчас опять немудрость и лукавость, сильный удар на ночь в игрок, и та же через двой стенку. Торина поверх у вас оказывается довольно-таки дырявый. Алдаир левой навешивает и объятие, опа-па-па-па, объятие, ну уверенней бы надо было сыграть, если уж решил поймать и шанс нормально поймать, мяч как раз был и вдруг выронил, или уж тогда отбивай кулаком. Тотти пасует вперед, мяч по правилам перехватывает Джуниор, пасует Ленардо, тот левой на левый фланг туда Шевченко, того никто не атакует, технично, молодец, вот теперь только от заголовка Пилбарева, а как Шевченко здорово, корпус поставил, играет на место левого крайнего, на сержине, сержине между ног, навешенная передача, забивай, нет, молодец, молодец Канделя, спас свою команду от четвертого гола, ну здорово, правда, сыграл Милан сейчас, ну просто здорово, и конечно же, красавец Канделя, двоих опередил, отправил мяч на угловой, кто подает, посмотрим сейчас, Леонардо левой, да, значит, будет закручивать мяч в сторону ворот, третий угловой, три угловой подавала Рома, два Милан, Загоу мяча, Батистут отскочил аж на свою половину поля, Томази, длинный навес на левый фланг, Кафу там оказался, вот тут-то и надо было бы сыграть, поточнее, тем более, что Кафу бросил свое место, переместился на левый край, его надо было премировать, Томази только обязательно точным пасом. Замены, пошли замены. Монтелло вместо Дельвекио. Дельвекио по-настоящему не блеснул в этом матче, и вышли, вышел Монтелло, я сказал, вышли его величество Монтелло, так вот, шел Монтелло, результативнейший игрок, и вот теперь они в паре с Батистутой будут держать оборону Милана. У Монтелло даже при самой, по сути дела, неудачной игре всегда есть моменты острые для взятия ворота. Самуэль. Тотти пас налево. Батистута. Удар поворотом, в ближний угол попадает в статурку, и мяч подхватывает игрок Милана, отбивает дальше. Леонардо не сыграл. Прыжок. Алдаир в одно касание в центр нападения. Томази. Опасная игра. Рома с мячом Кафу уже на своем месте правого. Навес по диагонали. Рокки Джуниор высокий, хорошо и к тому же выпрыгнул. Алдаир своим коронным, навесным штрафную, но ошибся. Объятие вводит мяч в игру. Милан держит оборону. Игра не точная. Заметный мяч перехватил. Тотти. Страфной удар. И каждый раз с просьбой еще и желтую карточку показать в данном случае Альбертини. Ну, Альбертини и так уже явно фалил. Опоздал, конечно. Не поспел сыграть мяч. А вытянул ногу, оставил ее. И в которую споткнулся Тотти и штрафной удар. Естественно, правый угол будет сейчас стенка защищать. Тотти у мяча. Ну, там шума не слышно. Истошно вопит объятие. Вот так примерно. Только чуть больше в центр туда. Леонардо забил мяч. В этой ситуации совершенно правильно. Именно правый, отвертая угол, должна защищать стенка. И удар. Поверх стенки сильный, чей нанес Тотти, но мимо наоборот. Мяч летел побыстрее, нежели в случае, когда удар нанес и более близкого расстояния Леонардо. Но в данной ситуации, вот видите, как на широком шаге и чуть-чуть опорная нога все-таки стояла дальше от мяча. И поэтому пришлось как бы снизу вверх наносить удар, а потому и выше на ворот. Коко. Монтелло. Ошибается хозяева поля. Длинная передача. Просьба назначить пенальти. Такая не очень убедительная. Да и судья бы, если бы и очень спросил Батис Кута, то он бы не наказал Милан. Занетти. Пас налево великолепно. Тотти делает еще финт. Дальше борьба за мяч. Амбрузини спокойненько распорядился по свою партнеру. Тот закопался с мячом. Это вот тот самый Леонардо, который вот однажды заставил меня несколько сделать такое пространное авторское вступление относительно вот того, что очень часто возятся с мячом, с футболистом, когда просто можно сыграть и не осложнять себе жизнь, а это будет гораздо эффективнее. Если сыграть проще. Ну, вы знаете, я склонен все-таки считать, что Рокки Джуниор не фалил. Он также не видел, в общем-то, обстоятельств этой борьбы. Все внимание было сосредоточено на мяче. Это Бобан выходит. И поэтому случайно наткнулся на соперника и оба упали. Канделя с мячом. Что-то поменяли в расстановке игроков тренеры Ромы, третий фабио Капелло, потому что Монтелло больше играет справа. Ну, мне казалось так. Я же не вправе, сами понимаете, подсказывать метру Фабио Капелло, как и что там расставлять на футбольном поле. Но мне показалось, что как раз вот сдвоенный центр атаки Монтелло-Батистута будет более опасным в центре обороны для Милана. Пас вперед, объятие на выходе. А здесь, может быть, больше. Тотти барражирует рядом с Монтелло. И вот Вонимир Бобан выходит на поле. Игрок, который хорошо держит мяч, хорошо играет в пас. Иногда, правда, увлекается безлишней обводкой. В ней игры не было. Но, тем не менее, в плане организации игры, чувство комбинационной игры, он, фигура заметная, в Милане. И он выходит на поле даже любопытно, вместо кого. Как раз он меняет Леонардо. Собственно говоря, то же самое остается в теме игры. Только выходит лишь на поле футболист с большим чувством комбинационной игры. Леонардо при всем при том, что он забил со штрафного, при том, что он отдал точно пасу, чем Кайпо забил. Во втором тайме вы видели, несколько потерял вот как раз то самое чувство. Поэтому, видимо, Альбето Дзекерони и решил ввести в игру на эту позицию уже из Вомиера Горгова. Ну, а все остается в остальном на своих местах. С той лишь разницей, что Рома имеет территориальные преимущества. Между прочим, когда давали графику, разбирая первый тайм, то, вот вы знаете, даже для меня несколько неожиданным было то, что оказывается Рома чуть-чуть больше во временном факторе имела преимущество владения мячом, играя в первом тайме против Милана, но 3-1 после Милана. Нарушение правил толчок в спину, Тотти упал, штрафной, это опасно с учетом Тотти, его удара, с учетом удара особого. Батистуты, и правый угол будет защищать стенка, и в левом будет работать объятие, расстояние симпатичное, я вам скажу, для Грюссева, ну и как это все будет, 29 метров, да, удар ближе в тот самый угол, и вот, смотрите, между прочим, сложнее ситуация была для объятия, нежели в том варианте, когда Леонардо забил Лупателли, мяч в ворота и открыл счет в этой встрече очень быстро, может быть, фактор голос все-таки сыграл тоже свою роль в поле Милана, но как бы то ни было, так по ходу, замечание, ну так вот, я разбирал работу Лупателли тогда, в том эпизоде, и считаю, что в этом случае, вот смотрите, куда сложнее был удар Тотти, и, тем не менее, объятие парировал блестяще этот удар вытащил мяч из верхнего угла, ну, не заметил, здесь расстояние было чуть-чуть дальше, не скажите, между прочим, вы обратили внимание, что два игрока Ромы еще стояли, закрывая обзор голкиперов Милана, тем не менее, Тотов работал прекрасно, потому что мяч все-таки был постом поверх стенки, а значит, был шанс увидеть, оценить, определить и среагировать, и занять, самое главное, верную позицию в воротах. 3-1 впереди Милан. Передача направо, Эдзаго. Пас в штрафную, как же дали принять мяч, опасный момент, удар по воротам, ну, хорошо не растерялся никто-нибудь, а Мальдини с места левого защитника прибежал вот сюда и, бросившись в ноги Монтелли, помешал ему пробить по воротам. Посмотрите, вот такие дела, это вот, так сказать, вариант той самой страховки в обороне, которую в классическом варианте продемонстрировал сейчас Мальдини и удар от ворот. Ну, а оборону Рома все-таки составляют южноамериканские футболисты, бразильцы Алдаир Эдзаго и в центре обороны аргентница Самуэль. Амбрузини мяч перехватил, но потерял его, засуетился, передача Кафу, удар по диагонали, то ли в ворота, то ли в надежде, что кто-то успеет подставить ногу, сыграл напережение, не прошел защитник, стал там на пути Томази и Эдзаго и что же, спешит-спешит, по самаринам успевает. Штрафной удар от Занеки попала по ноге четвертому номеру. Ух! Как пошел! отнимать мяч Рокки Джуниор. Отошли в оборону, учитывая не всей команды, футболисты, футболисты, футболисты. Милана, еще одна сейчас замена, по-моему, сейчас на поле выйдет Джунки, дабы остудить пыл, выйдет этот игрок в середине поля, Халбек, свежие силы, может быть, нужны. Диагональный пас и великолепно вверху играющий Рокки Джуниор, до еще высокого роста опережает Батюшку удар от ворот. Да, прижала Рома лидер, прижал хозяев поля, жмет, 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 но все-таки остроты, наверное, мы согласимся, не хватает в заключительной стадии, так и нет того самого последнего паса. Джунки, 21-й номер, как я сказал, выходит на поле. Сейчас посмотрим место кого. Ну, Бобан пока не виден был по-настоящему в деле, приходится нести оборонительные функции едва ли не всем игрокам, и, естественно, в первую очередь линии собственно обороны и многим из Халбеков, и Бобан отошел назад, Кафу с мячом, Шевченко там впереди, и Хосе Мариат скакивает даже назад сюда к штрафному, даже пришел и в штрафную площадь Кафе Мари, 11-й номер, замена сейчас, мяч вышел из игры, Джунки затоится войти в игру вместо кого. Да, Кафе Мари покидает, а нет, Деметро Альбертини, извините, я так мелько взглянул, а сам посмотрел сюда на еще запасник в этом матче, Альберт Альбертини покидает поле, ну, поработал, в общем-то, очень хорошо Альбертини и свежая кровь нужна была в игру, внесена, потому что как раз вот здесь, вот в середине поля стали уже больше во втором тайме хозяйничать футболисты Ромы за счет большей активности и, в общем-то, числом уже не покрывали игроки Ромы в середину поля. Я думаю, что Бобан как раз, наверное, должен быть тем игроком, который получил мяч и организовал в держании мяча. Два мяча на поле свисток арбитра опять, 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 так называемый спорный. Да, так вот, Бобан получил мяч, должен поддержать его, организовать держание мяча, сбить тем самым наступательный порыв гостей в этой встрече. Но пока дело до этого не ходит, потому что Бобана, собственно говоря, мы еще и не видели по-настоящему игре. Даже Шевченко сюда отошел. Мяч в игре. Кандаля и угловой. Джунки помешал ему сделать передачу в Страхную площадь. Немножечко паникует, по-моему, Милан. 3-1 выигрывает, и Шевченко пришел уже защищаться. Дзаго сыграл с тем из соперников штрафной удар. Очень близкое расстояние и очень опасно. Опять-таки не забываем об эти стуки. Да, интересный момент. Ну что ж, игра достигла уже, по-моему, высшего напряжения. Федерико Джунки только вошел в игру и вот слопотал в желтую карточку. Примерно 2 метра от линии штрафной площади 18,5 я считаю. Ну, сейчас нам здесь уже более точно укажет, я полагаю, расстояние и расстояние стенки от мяча. 21 метр 4, значит, метра с половиной от линии штрафной. Итак, удар поворотом в стенку, кто-то принял этот мощный удар. Еще один удар поворотом, но и обнии игры сразу три игрока. 3-1. Ну, удар был просто-напросто на силу, в надежде на то, что кто-то в стенке дрогнет, как это уже было в этом матче, и сквозь эту щель мяч пролетит вот тот самый угол незащищенный Абиятти. Не прошел этот номер, нарушение правил толчет в плену. Шевченко заработал штрафной удар, это нарушит правила Алдаир. Ну, я думаю, что не надо не спешить, не торопиться, не суетиться футболистам. Милана вот наконец-то, они так спокойно в обстановке получили право разыграть мяч. Рокет Джуниор, Хосе Мари теряет мяч, борьба, что, Канделя, Хосе Мари в Рокет Джуниор, Канделя. Полотерский номер не проходит, но из-за того, что его толкнули в спину, Канделя, Канделя, это Бобан на рассыпках. Ну, вот Бобан себя проявил. Удар понятно, да, по какой точке мяч из-за боковой надо вводить в игру. Ну, неумышленно соперников пробил Канделя, но тем не менее всякое мог усмотреть и арбитр Камази сумел все-таки отыграть мяч своему в борьбе с Бобаном. Передача вперед. Жегко сейчас отыграл Мальдини. Ахо-хо, просто-напросто куда-то туда послал мяч за пределы поля. Мяч держится сейчас у игроков Милана и во многом и этим объясняется то преимущество, которое имеет Рома во втором тайме. Но, между прочим, подобное уже не раз и не раз наблюдалось в игре миланской команды. И вот не находится игрок, который бы взял на себя функции мудреца в таких случаях футбольного. Амбрузини, Сержиньо, Сержиньо с мячом идет вперед. Ну, спокойненько Канделя мяч отобрал у него. Вдар вперед. Тотти, Тотти еще дальше. Ну, давай пробежимся. Нет, Гандикап. Ух ты, чуть тут не напороли Мальдини объятьки. Все, казалось бы, так просто. Устремляется вперед с Рома. Рома, Кафу, пас Тотти, Тотти, Кафу. Кафу не ожидал этой передачи. И не ожидал, что он продолжение выберет вот такое сам. Тотти слева был игрок Ромы в более острой позиции. Думаю, это был Монтелло. Кафу. Снова Кафу бросает из-за боковой. Тотти. Бобан рядом с ним. Бобан подставляет ногу. Снова Кафу из-за боковой. Томази с мячом. Борьба. Шевченко нанизывает одного-второго, но третьего на этот шампур нанизать не удалось. Пас в разрез. Не игры. Свисток арбитра. Наверное, боковой все-таки флаг зажег. Или Кафу не успел к мячу и от его ноги мяч в конце концов покинул пределы поля. Мальдини отбрасывал мяч. Вот тот эпизод. Помните, это немножечко так удачно все закончилось, потому что на встречном движении едва не поймал Мальдини своего же голкипер, но хорошо просто в него попал ничем. Джунки сыграл точно. Ну, подержать, подержать мяч, если уж на то пошло. Но тут обостряет игру, пасуя Шевченко это пас сделал Мальдини. Стали ошибаться футболисты Ровы, Рокет Джуньер. Видим, азарт такой, что не находится игрока у Милана при счете 3-1 спокойно распорядиться в центре по ситуации, мячом не обострять и успокоить соперника. Занетти диагональный пас не точно. Сержиньер. Это действительно смешно. Я абсолютно согласен с Андреем Шевченко. Останавливай мяч. и распоряжайся той же левой своей рабочей так, как ты хочешь. Вы посмотрите, насколько Рома больше владеет мячом. Все это объясняется не только тем, что она очень старается, бегают, ведут борьбу футболисты римской команды, а еще от того, что на редкость бездарно играет в пас во втором тайме во многих эпизодах футболисты Милана. Мяч совершенно не держится. Какая-то суета зачастую просто непонятные даже движения выполняют футболисты миланской команды, выигрывая 3-1. Попала Шевченко по голове. Ну, Самуэль просто-напросто двинул ему руками по затылку и я вижу, что все в порядке. Занетти пас вперед из глубины поля в направлении партнера, но в борьбу. Канделя. Тотти штрафной. Костакурта за Тотти аж на чужую половину бегает. Я просто даже не объясню, почему центральный защитник вдруг там оказался. Мяч уже в игре. Загу хороший пас. Монтелло мяч потерял. Загу оставляет его на правом планке Капу. Получает нет, не получает, не точно собирает Капу. Мальдини Загу. Загу уже бросил место правого защитника и больше играет в атаке Томази Амбрузини. Перехватил мяч пасует Шевченко. Шевченко в одно касание задумано прекрасно было. Видел великолепно открывался по металле украины Сержиньо, но здесь отдадим должное защитнику. Самуэль выбрал чувство, что так сыграет Шевченко. Выбрал совершенно правильную позицию. На полметра оказался ближе к мячу, нежели Сержиньо. Фабио Капелло. Ну что, Монтелло вышел на поле Монтелло, который пока что ничем себя не провел, да, сказанно относится и к Батюстуту. В основном, так сказать, создают напряжение игроки середины поля, Тотти, Томази и остальные, да, и тот же Кафузо, ну, Канделяк как-то отошел больше на свою половину поля. Батюстута оставляет мяч, удар поворотом, объятие прекрасно парирует, Батюстута не успевает добавить, как судья назначает 11-метровый удар. Вот до чего доигрался Милан, ведя 3-1, по счету держа Ники в своих руках, отдал совершенно центр поля, несмотря на то, что имел и имеет преимущество в чистленное в середине поля, и вот смотрите, отбивает мяч Рокки Джуниор, если за это судья назначил 11-метровый, никто не спорил, но вы знаете, я отношу это же исключительно на решение арбитра, удар мощной точки и 3-2 3-2 3-2 дорогие друзья, вот такие вот дела в матче, когда одна команда ведя 3-1 не то, что уверовала в победу, а просто напросто отдала полностью инициативу сопернику и вот чем это все может даже и обернуть, ну, объятие молодец, угадал направление полета, собственно говоря, он, в принципе, своими движениями, логами, купил Тотти, тот забил свой второй мяч, так же, как и Шевченко какой-то Росси, значит, фигурирует в этом, в этой информации, ну, значит, молодец, конечно, объятие угадал, но удар был очень сильный, поэтому все-таки трудно было объятие, даже угадал парировать этот удар. Три-два. Любово. И длинный пас Сержинио, Сержинио, не идет. Если и Андрей Шевченко на своей половине поля, то и с другими словами, как Милан, просто в панике и Рома, учитывая настроение соперника, может и отыграться пас Канделя, Канделя не догоняет мяч или не ворот, и сейчас объятие, конечно, спешить не будет, и не так уж, наверное, много, остается времени выходит место после Мари Ибраим-Ба. Ибраим-Ба и сейчас усиливается еще, так сказать, большим числом линия Хавбеков. Понимая прекрасно, что именно вот здесь все, в отличие от первого тайма, проиграно Миланом, мяч не держится, значит, еще числом укрепим середину поля, оставим впереди только Андрея Шевченко. С его умением сыграть на контр-атаке при случае, если такой представится, а пока что надо держать оборону. 3-2 впереди Милан. И объятие далеко выбивает, но направление Ба Шевченко хорошо сыграл и хорошо отдал мяч Ибраим-Ба. Передача в центр, штрафной, дальше, дальше обострить невозможно, неудобно. Паш Шевченко, Шевченко джунти-джунти иду на левый фланг. Коко навешивает. У Пателе в этой ситуации выиграть невозможно было. Канделя, Батистута, не точно, снова Канделя, а Шевченко был вне игры. Судья не останавливает, потому что иначе бы остановка в пользу провинившегося. Прав главный арбитр. Что там добавляет? Две минуты, да, я так понял. Судья по второму тайму, пошло добавленное время, 3-2 впереди и Милан. Рома может сыграть только Бабанк. Какая разница, проигрывают 2-3 или 2-4 Канделя. Навесы и борьба, навесы и борьба. У Батистута обостряет игру штрафной удар. Очередной и близко от линии штрафной площади. Ну, нарушение, конечно же, было. Чего там уж греха таить. И это Костокурта нарушил правила. И сейчас штрафной выполняет футболисты. Нет? Да, ну, знаете. Мне непонятен был 11-метровый и непонятное решение арбитра в этом случае. Это, конечно, в пользу Милана. Рома, конечно, произвела впечатление характером во втором тайме, схватившись за спасение в матче, сократил разрыв в счете после второго гола Тотти с 11-метровой отметки. Два мяча на счету Андрея Шевченко в этой встрече. Он лидер соревнований бомбардиров, уйдя уже от Батискупе на три мяча. Он сейчас с мячом. Андрей Шевченко играет на коротке с Ба. Ба пытался ему же отдать мяч туда по ходу штрафную, но попал в Занетти. С мячом снова Шевченко ведет борьбу. Занетти перехватывает. Занетти с мячом пошла вторая добавленная минута. Андрей Шевченко с мячом пробрасывает между ног Канделя, падая, задерживает мяч рукой штрафной. Это уже конечно же опять-таки рука на руку футболистам Милана. Спешить не следует. Вот тот самый вариант, когда мяч преградил рукой. Путь мяча преградил рукой. И Бобан Ба дальше навес. Да нет, куда-то туда за пределы поля и свисток арбитра. Ну что, матч окончился наконец-то для счастливого Милана, который держал победу 3-2, отдав напрочь второй тайм сопернику и проиграв его по всем статьям, так сказать, в ходе самой игры. Ну и выиграл соперник 1-0 вторую половину встречи, но проиграл 1-3 первую. И вот герой этого матча Андрей Шевченко, забивший два гола. Ну, героем можно назвать в свою очередь и Тотти, тоже забившего два мяча, правда, второй с 11-метровой отметки. Ну что ж, напряженным был матч, несколько может быть сумбурным, но пять мячей забитых, тем более два Андрея Шевченко, нас, конечно же, так сказать, порадовали в свою очередь. Я не болел за Милан, я болел за красивую игру, ожидал ее, но по напряжению она таковой получилась с моей точки зрения, и то хорошо. Итак, 3-2 в пользу Милана, и на этом закончился 15-й тур, а я заканчиваю итальянское пенсию, я заканчиваю на этом наш репортаж. Спасибо вас за внимание, репортаж вел Владимир Настаченко, и благодарю всех за работу, и еще раз вас за внимание. Всего доброго.